всем привет меня зовут вика алипова сегодня мы с вами будем делать очень красивый маникюр это будет аэрография вместе с френчем аэрографию будем делать из зеленых оттенков и светло-зеленого будет переходить такой темно-зеленый и френч будет белый под матовым топом короче маникюр на самом деле выглядят сложно но делать его очень просто прошлую руку я сделала буквально за один час пользуясь случаем хочу попросить вас подписаться на этот канал потому что на момент съемки этого видео мне осталось всего лишь 40 подписчиков до 10000 отметим этот рубеж и уже пойдем дальше главное вот эту красивую цифру встретить красиво а дальше уже можно снимать новый контент в общем что я вам рассказываю смотрите сами как этот красиво маникюр смотрится очень мне нравится это сочетание подсмотрела в пинтерест а вторая рука у нас выглядит еще вот так вот мы сейчас сделаем снятие укрепим полигелем общем все по стандарту снятие я делаю твердосплавной фрезой моя любимая это конус зеленой насечкой недавно попробовала еще фиолетовую насечку офигенная тоже очень хорошо снимает намного быстрее даже чем зеленая здесь у меня не было никакого лишнего слоя мне кажется даже выравнивание не было сделано на этих ногтях поэтому спиливается очень быстро спилим быстро и начнем уже открывать полигелем почему я всегда абсолютно все ногти укрепляю полигелем потому что все ногти вот так вот деформируется бывают ногти очень тонкие которые просто ломаются и форма квадрат на них просто не носится может быть сами замечали на своих ногтях если вы делаете себе квадратную форму то зачастую бывает появляется какие-то отслойки например у вас там ногти ломаются уголки скалываются это все потому что натуральный ноготь ну просто не вывозят вот эту вот нагрузку на себя поэтому люди и укрепляют гелем полигелем какими-то жесткими материалами для того чтобы форма у них была красивая во время всей носки перед полигелем обязательно использую базу вира раббер ну не обязательно вира используйте просто эластичную базу какую-то вот качестве подложки мы всегда используем наношу где-то на середину ногтя покрываю так все ногти и отправляю сушиться в лампу укреплять я буду полигелем от вира я его очень сильно люблю и все мои ученики на курсах которые вот проходят онлайн курсы моей живые курсы тоже офигевают от его крутости он такой мелкозернистый очень удобный в работе мы берем маленькую горошинку кладем на свободный край и начинаем формировать желаемую форму хотите квадрат хотите миндаль хотите кошачья куготь в общем берем формируем лепим как пластилином он очень прям податливый такой в работе и комфортной и в пелёшке и в выкладке вот и пока я болтала прям за считанные секунды какие-то я вот уже сделала квадратик тоже самым повторяем со всеми остальными ногтями теперь ногти нужно обезжирить и выпилить выпилить красивый квадрат потому что сейчас они такие форме лопаток у нас мы сейчас запилим его так что мама родная не узнает в общем будет выглядеть так прям как натуральный ноготь как будто так и выросла и мы ничего на самом деле не делали свои ногти нужно обязательно выпилить под ногтем получается для того чтобы не было конфликта материалов чтобы полигель хорошо относился потом дальнейшем не переживайте вот я поняла мне кажется что я поняла что а клиенты переживают что вот я спилю сейчас им эти ногти свои и когда следующий раз они придут у них не будет длины длина это остается просто она будет теперь везде полигеля ногти станут крепче лучше красивее короче там одни только плюсы ничего страшного в том что ваш кровно отроченный ноготок спилили ничего в этом страшного нет наоборот кутикула я буду приподнимать с помощью пушера у меня это йоковский пушер 001 купить можно на валберисе приподнимаю сначала лопаткой а потом буду зачищать уже птеригий с помощью топорика я в своей работе всегда чередую там апельсиновую палочку когда пушер здесь кутикула прям стандартная обычная поэтому ее быстрее будет намного счистить с помощью пушера ну а так двигаюсь уже по ситуации кстати обратили внимание какая красивая форма теперь стало даже не видно то что на самом деле там свободный край где-то одну перенароченный выпрямлен выпрямленный выглядит очень прям натурально и красиво и самое главное что они еще при этом и крепкие далее мы используем фрезу пламя с красной насечкой и начинаем убирать все роговелость из-под петикулы и также боковых валиков раскрываем минусы и кончиком фрезы везде аккуратненько проходим у меня здесь у модели много прям зонтенков таких-то сверху поэтому мы будем обязательно заполировать еще зашлифовывать чтобы внешний вид на цель был красивым после пламени режем кутикулу с помощью кусачек не важно чем вы делаете срез самое главное как вы подготовили кутикулу свою можно срезать абсолютно любым вообще инструментом самое главное чтобы он был заточен ну и чтобы вы умели им пользоваться вот такая вот у меня какая-то лохмотня здесь сверху я ее буду зашлифовывать короче а так кутикулу прям очень легко откусывать в общем руки такие легкие и очень красивое ногтевое ложе оно такое длинненькое и здесь у нас свободный край вообще небольшой смотрится как будто прям ну очень очень даже большой ну а если ты хочешь узнать все мои секреты в маникюре или узнать как делать педикюр как делать аэрографию то ссылочка будет в описании на все мои онлайн курсы и живые в том числе которые проходят в москве покрывать ногти я буду камуфлирующий такой зеленый салатовый базы но перед этим нужно сделать обязательно подложку я тоже буду использовать базу вира потому что я и доверяю и с ней будет все носиться вообще прям супер отлично вот и вообще в принципе под камуфлирующей базы всегда наносите подложку потому что бывает они скалывается не носится из-за того что там содержится пигмент поэтому тоненьким слоем прокрашиваем все вот у меня здесь немножко затекло поэтому берем апельсинную палочку всегда ее держите под боком и вытираем все для того чтобы не просушить это все безобразие в лампе и начинаю промазывать все пальцы подложку сделали я здесь уже два ногтя накрасила этой базой пользуюсь кстати фирмы lulu тоже прикольные базы мне нравятся наносим ее тонким слоем и затем будем делать выравнивающий слой она такая как полупрозрачная база получается но мне нравится вот этот вот вольный такой эффект так скажем потому что все равно будет аэрография и будет покрытие такое более плотное ну точнее у торца беру тонкую кисточку и тонкой кисточкой прокрашиваю зону у кутикулы чтобы покрытие было полностью прокрашены и не отрастало дольше прокрасили теперь берем капельку базы взяли капельку ставим ближе к кутикуле и выравниваем к торцу пузырьки обязательно лопаем потому что они никуда не исчезнут и будут такой вот черной точкой так переворачиваем ноготь и снизу начинаю формировать горочку с изгиб апекс как хотите и называйте в общем чтобы ноготь у нас стал ровным ну и плюс мы переворачиваем еще для того чтобы материал самовыровнялся переворачиваю и смотрю на блик ровно ли он получается или нет и если мне там чё-то не нравится беру и кисточкой помогая формирую себе ну все приступаем к самому интересному базу я положила теперь мы будем делать с помощью вот такой краски от x-color будем делать уже градиент то есть это зелененький такой чуть потемнее аэрограф у меня как обычно джаз мой самый любимый верный мне друг беру красочку свою беру аэрограф наливаю сюда совсем чуть-чуть и начинаем распылять и прям совсем по чуть-чуть с торца начинаю наслаивать аэрографию вот уже прям видно что я тут наделала надо его прям поинтенсивнее так залить чтоб переход получился прям очень красивый аэрограф прям супер плавно идет потому что я обожаю вот эту фирму красок ну и плюс аэрограф нужно уметь чистить для того чтобы он вам каждый просто маникюр служил верой и правдой очень красиво получается такой прям нежный нежный градиент запечатать ногти я хочу вот таким вот средством от x-color анти скол я им никогда не пользовалась прочитала инструкция то что нужно просто прям мокрый вот этой кисточкой сверху вот так пройтись по всей вот этой аэрографии и то что она вот прям все отлично закрепит мне кажется что это обычный дегидратор потому что очень быстро он как-то высыхает на ногте но а так я не знаю потому что праймер так не наносит поэтому я не знаю как все проносится но точнее я знаю что проносится все хорошо потому что здесь у меня был полигель а на полигели как правило все отлично вообще носится что втирка что аэрография потому что ногти сами по себе жесткие единственное что мне не нравится это то что вот у меня здесь получилась вот такая вот клякса сейчас попробую ее как-нибудь исправить но либо она так у меня и останется уже а вот опять короче чувствую я буду сейчас переделывать эти ногти потому что ну это просто прям очень сильно попортит внешний вид ногтей так что наверное я все таки не буду пользоваться этим средством потому что вот это вот мне конечно эффект от него не нравится ну и сверху перекрою аэрографию базы и мне вот нравится вот такая вот бьютикс обычная база она жиденькая и мне нравится она как раз таки своей консистенции то что можно спокойно прям перекрыть и все будет прям супер не будет никакого лишнего прям дополнительного слоя от нее ну что ж для вас прошла секунда а для меня чуть чуть побольше перекрыли мы вот эти вот ногти исправили их теперь будет все выглядеть красиво перекрываю базой свою аэрографию и будем сверху рисовать френч так и мизинчик наш еще все теперь прям красота смотрю чтобы не было бугров никаких на покрытие так и отправляем в лампу как же нарисовать френч для рисовки френча нужно просто набить руку ну и знать технику сегодня я вам покажу технику в которой работаю я также для красивого френча нужно выбрать хороший материал я использую белый от вера парадайз он очень плотный классно пигментированные и им прям очень комфортно выполнять френч и конечно же важна еще и кисточка у меня это вот такая кисточка она с алиэкспресса древнющие в общем нам просто нужна синтетика с длинным ворсом у меня здесь 11 миллиметров и также я выстригал эту кисть то есть вы берете там кусачки и немножко там отламываете ворса по бокам и немножко подкусывайте для того чтобы ворс был тоньше и вот такой кисточкой мы будем рисовать как выбирать правильно краску я на поле панель вот так она выглядит нанесла получается каплю белого гель-лака обмакиваю полностью ворс кисточки в этот гель-лак и убираю лишнее для того чтобы у меня не было на кончике никакой клякса так скажем никакой прямо большой капли вот так вот обмакиваете и движение должны быть непрерывистые то есть они должны быть долгие вы берете и вот прям полностью ворс прижимаете к ногтю и проводите одну линию и у вас получается ровный и идеальный френч рисовать я начну со среднего пальца беру себе материала побольше и сначала прорисовываю вот такую полоску со стороны торца я таким способом намечаю просто толщину френча который у нас будет хорошенько все прокрашиваю на торец я не обращаю внимание потому что мы его будем обязательно потом выпиливать теперь беру ту же самую кисточку и провожу сбоку вот такую линию для того чтобы наметить усик нашего френча вот здесь вот опять какие-то у меня ворсинки обязательно их убираем чтобы они не мешали в работе набираю новую капельку ставлю эту каплю у центра замираю и провожу усик до своей вот этой вот палочки которые я нарисовала сбоку а теперь просто закрашиваем то есть самое сложное мы уже нарисовали гель-лак прям пигментированный хороший зеленый цвет перекрывает вообще отлично с первого раза все эту сторону мы прокрасили вот такой вот у нас уже френч начинает получаться а теперь переворачиваем ноготь перевернула ноготь и теперь просто беру и прокрашиваю с этой стороны усик то есть тяну также от серединки к своему усу усу наверное усу короче тянем его рисуем этот френч и закрашиваем его сразу же также и все и получается у нас красивый франч рисуем теперь соседний ноготь такая же технология абсолютно сначала прорисовываем торец закрашиваем его убираем все пузырьки все ворсинки которые есть прям доводим до идеала берем кисточку прокрашиваем бог с одного раза вот провели линию а теперь берем и начинаем тянуть усик видите у меня когда линия обрывается я все равно начинаю самого начала для того чтобы ну как линия была непрерывистая так закрасила очень красивое сочетание белого и зеленого просто бомба со довели теперь ставлю отметочку себе здесь берем наш палец и теперь начинаю вот в таком положении прокрашивать другую стеночку вот когда переворачиваешь очень удобно именно сделать ровный такой френч четкий переворачиваю руку и смотрю там правильно ли я сделал или неправильно если что поправляю мое мнение что любой мастер должен уметь делать френч это такая база это то же самое что выровнять ногти это вот прям самый базовый дизайн который хотят сделать клиенты и чтобы научиться его делать вы должны его практиковать перестаньте отказывать просто своим клиентам в этой услуги пусть у вас первый раз получится плохо но у вас рука набьется с каждой процедуры и будет получаться в итоге прям идеально и хорошо это то же самое что вы вспомните свои первые работы они же не получались такими классными вот как мы сейчас делать то же самое просто набиваете руку творите рисуйте френч вот и все будет хорошо честно 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 идет мне уже поспокойней теперь остается покрыть нам все это дело матовым толпом матовый топ самый мой любимый который не пачкается который не страшно нанести клиенту и с ужасом отпустить выдумать как он это все дело проносят это вот только вера вот единственный топ которому я доверяю покрываю все я даже не выравниваю потому что это матовый топ здесь никакие блики не будут видны ну а так ногти у нас и так уже выровненные красивые ровные поэтому никаких бугров там также не останется мне еще нравится этот матовый топ то что он всегда просыхает с ним никогда не было вот этих проблем когда какой-нибудь там слой не просох что нибудь там смазалась всегда все прям отлично сушу его где-то 30 секунд можно 60 если вы привыкли ну пользоваться 60 секундах лампой управляем тоже бака чтобы они не давали мне какого-то лишнего вот этого объема и все и можно сушить и будем фоткать ну что спасибо всем большое за просмотр думала что в конце видео феерично скажу то что ура у меня 10 тысяч подписчиков но нет еще 30 человек у меня осталось но на момент я думаю когда это видео выйдет уже у меня будет красивое число 10 тысяч вот поэтому говорю вам всем спасибо за просмотр за то что подписались на меня буду стараться делать контент более интересный более классный вот у меня как видите вообще-то свет новый выстроился поэтому будем расширяться будем расти и пишите в комментарии что вам снять еще интересного вот у меня был уже запрос на стемпинг на педикюр может быть вы хотите какой-нибудь определенный рисунок либо еще какую-нибудь технику интересную чтобы я вам показала короче пишите все свои предложения свои претензии в комментарии вот на все отвечу и до следующего видео всем пока 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 пока